Будет ли в России, как в Беларуси? Режимы Путина и Лукашенко довольно схожи и очень тесно связаны между собой. Но вот можно ли, глядя на тот беспредел, что сейчас происходит в Беларуси, предсказать, что ровно все это повторится и в России? Короткий ответ, скорее нет, чем да. Но чтобы ответить аргументированно, надо серьезно покопаться в истории политики и экономики. Давайте попробуем сделать это вместе. Конечно, все мы невооруженным взглядом видим, как оба этих фашистских режима стремительно деградируют, следуя параллельными курсами, что происходит в Беларуси, скоро происходит и в России, и наоборот. И понятен тренд, понятно, что, как говорит Сергей Смирнов, будет хуже. Но хуже будет по-разному. Сейчас попробую это объяснить, а заодно расскажу, почему это одновременно хорошая и плохая новость для всех свободных российских граждан. Вот сейчас мы смотрим с ужасом, как Лукашенко взял на абордаж гражданский самолет ради ареста редактора Нехта Романа Протасевича. Такое можно было представить в сводках из Сомали. И вот Сомали внезапно оказалась у нас под боком. Хотя, с другой стороны, чего мы ожидали после прогулок Лукашенко на фоне дворца в бронежелезе с калашом наперевес? Потерпев поражение на президентских выборах в прошлом году, Лукашенко де-факто захватил власть и установил диктатуру чисто африканского типа. Вот кто на джипе с пулеметом, тот и царь. С одной стороны, его власть держится только на силовиках и запугиваниях. С другой, ну ни у кого не осталось ни малейших иллюзий о том, кто такой Александр Лукашенко и на чьей стороне народ Беларуси. Да, безумец захватил в заложники целую страну и творит какой-то беспредел, выглядит и ведет себя как клоун, но клоун с автоматом в руках, обезумевший от безнаказанности и вседозволенности. Очевидно, что сторонников Лукашенко, реальных, добровольных, крайне мало и с каждым днем все меньше. Значит, для удержания власти ему понадобятся новые репрессии. Ну так и в России мы тоже видим курс на усиление репрессий. И более того, в последний год Путин словно взял у Лукашенко несколько уроков терроризма. Уголовные дела против журналистов, массовые обыски, отравление Алексея Навального и посадка его в тюрьму, признание штабов ФБК, а до кучи всех их сторонников экстремистами, постоянные конфликты с Европой и США, высылка дипломатов, бряцание оружием и так далее, и так далее. Ну, одновременно с этим Путин и выборы активно фальсифицирует. Вот прямо сейчас, когда независимые кандидаты все, кто под домашним арестом, кто в спецприемнике, когда участников митингов ищут по видеокамерам и кошмарят в ВВД, когда в форсированном режиме принимается закон, запрещающий сторонникам Навального и вообще любым независимым политикам даже баллотироваться. Ну так кажется, чем не Беларусь? И все-таки тут нам важно видеть разницу. Разница вот в чем. Смотрите, вот Лукашенко выходит и прямо говорит, дескать, да мы все сделали правильно, взяли и посадили самолет, мы защитили всю Европу от террориста и прочую чушь несет. С автоматом на площадь он выходит сам, в СИЗО к арестованным кандидатам приходит на беседу сам. И вообще он выступает публично с трибуны, ну в таком духе, да мы сотворили хрень, что вы нам сделаете? Мы правы, а вы нет. Вспомните вот все эти самые адские вещи, разговор Ника и Майка, письмо Хамаса. Он же сам все это лично представляет публике, не боится, как это скажется на его имидже, даже наоборот, специально это и делает. А что Путин? В отличие от председателя колхоза, он твердо знает, первое правило чекиста, всегда отмазывайся. Почему посадили Навального? Это суд наш справедливый решает, я не в курсе. А что по поводу отравления? Мы ничего об этом не знаем, он, наверное, сам на кухне у себя сварил новичок. Почему в России цены растут? Разберемся. Почему майские указы не выполняются? Я дам команду проверить работу региональных органов власти. Владимир Владимирович, аквадискотеку часто посещаете? Все это выдумка, ничего не знаю, видео не смотрел. И так реально по любому вопросу, даже не касающемуся политики. Вот сейчас, серьезно, вы можете вспомнить ситуацию, когда Путин бы взял и твердо сказал, я считаю вот так, будем делать вот так, я отвечаю за результат, я беру на себя ответственность. Не было такого. Наверное, было только в самые первые годы. Он тогда много чего наговорил. Никогда не буду менять конституцию, никогда не буду поднимать пенсионный возраст, ни в коем случае не хочу быть президентом больше двух сроков. Вот он тогда обжегся на подобной тактике. Ведь если пообещал, надо выполнять. Если ты твердо что-то говоришь, то тебе и припомнить не могут. Обжегся и больше так не делает. Поэтому теперь мы только видим, как он переводит внимание на других, обещает разобраться и снимает с себя любую ответственность. С одной стороны, это большая проблема для нас с вами. Путин постоянно мимикрирует под честного и хорошего. Пропаганда ему вторит и помогает создавать этот образ. И как бы нам не хотелось обратного, надо честно, в России все еще достаточно много людей, которые верят, что Путин делает все правильно. А все наши проблемы, ну это происки Запада, пятой колонны, оппозиции, неправильных депутатов и министров, или перегибы на местах. Лукашенко не делает вид, что он добрый и пушистый. А Путин делает. И я думаю, что вот в этом важное различие, что этот имидж Путину придется сохранять. Этого от него требует и внешняя, и внутренняя политика. Лукашенко может со всеми поссориться, он уже это сделал. Он может уйти от Запада к Путину, изолироваться от всего мира. А Путин уйти от Запада не может, ему уходить некуда. Ему нужно продолжать распродавать Россию, продавать ее нефть, газ, другие полезные ископаемые. Ну, в конце концов, вся путинская элита не сможет вот так взять и отказаться от своих дач, яхт, самолетов и иностранных паспортов. Ну и внутренняя ситуация в Беларуси и России тоже разная. Население Республики Беларусь не больше Москвы, 9-10 миллионов человек. Их действительно можно как-то всех пытаться запугать с помощью силовиков. В России все-таки значительно больше людей. И контролировать их на огромной территории сложнее. Поэтому в российской тактике борьбы с инакомыслием на первый план выходит все-таки не полицейский с дубинкой и резиновыми пулями, а пропаганда. Телевизоров у Путина больше, чем ментов. И опять-таки, в России сложнее устроена ситуация с околовластными элитами. Путину постоянно надо как-то разруливать споры между олигархами, силовиками, чиновниками, выдерживать некоторый баланс в этом сообществе жуликов и воров. Но мы про это уже много говорили. Поэтому в Беларуси можно полностью нарисовать результаты голосования, как было на президентских выборах. А в России нет. Кремль вынужден изображать наличие каких-то конкурентных процедур как перед гражданами страны, так и перед Западом. Ну вот вспомним, вот это адское голосование по поправкам в Конституцию. Юридического смысла в нем не было вообще. Поправки были приняты указом Путина еще в апреле. Но Кремль решил, что без голосования выйдет совсем как в Африке. А он так не хочет. Короче говоря, сейчас у Лукашенко есть уже имидж диктатора, врага белорусского народа. К нему он сейчас еще превосокупил клеймо международного терроризма. И действовать в дальнейшем он будет исходя из этой позиции. Ему терять нечего. А Путин до такого пока не дошел. Ему не позволяют обстоятельства. И это его в чем-то ограничивает. Частично связывает ему руки. Но зато рейтинг у него повыше пока еще. Обману его верит больше людей. И перед нами, гражданами России, стоит непростая задача сломать чары путинского обмана и убедить все-таки всех, что Путин на самом деле такой же диктатор и негодяй, как Лукашенко. Полагаю, что такая ситуация будет сохраняться и дальше. А это значит, что с одной стороны у Путина пока поустойчивее трон, а с другой стороны у нас с вами больше возможностей для борьбы, чем у белорусских коллег, которым приходится совсем тяжело. Российская власть очень хочет лишить нас с вами всего, полностью ее безоружить, в идеале в трудовые лагеря отправить. Но сделать это напрямую и открыто пока не может. А значит, надо пользоваться этой возможностью и действовать. Продолжать борьбу. Оставайтесь оптимистами, подписывайтесь на мой канал и задавайте новые вопросы. Я отвечу на них в следующих выпусках.